Продолжение следует... 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 Если будет сгода, если мы с вами найдем общий график, мы сможем это реализовать с усилиями Воконавчого комитета и депутатской области. Я прошу далее, Александр Володимирович, и потом далее поговорим о вопросах, связанных с сегодняшним. Виталий Юриевич, добрый день, Виталий Алексеевич, добрый день, присутствующий Виталий Алексеевич. Виталий Алексеевич, вы видите, пожалуйста, в том числе, в том числе, в том числе. Виталий Алексеевич, вы видите, как доброжелательно настроенные люди и как люди ждут у вас, для вас, чтобы это решить. И решения ждут они, на мой взгляд, кардинального, и быстрого, для того, чтобы мы могли максимально быстро поразить задолженности включить в горячий город. Потому что в тех условиях, в которых жил, в виде переработки, мы, на мой взгляд, это просто не допустим. Поэтому мы проводили несколько заседаний рабочих, уже два заседания было, 7-го червня и 19-го червня. Было у вас заседание исполнительного комитета, Виталий Алексеевич. И ни на одном из этих заседаний решение не было принято. Даже скажу больше. В том, что, на мой взгляд, это недопустимо, иннорировать депутатский корпус, иннорировать жителей города по таким ключевым вопросам. И, Виталий Алексеевич, я бы хотел бы от себя лично от группы депутатов, которые у вас заседания. Мы проголосовали единоргласно, чтобы больше такого не допускать. И все-таки в будущем нужно реагировать на все эти моменты, на все эти вопросы кардинально близко. Это первый вопрос, который бы я хотел бы заострить внимание. Александр Викторович, где-то место? Да не постоит. Да, но они не стоят. Поэтому, мне кажется, это первый вопрос. Второй вопрос, который я хотел бы заострить внимание, в том, что на последнем заседании комиссии мы посмотрели все вопросы, которые касались расчетов строительства. Мы видим, что вопрос строительства затягивается. Это очень далекое видущее. Мы видим, что на сегодняшний день, даже из ваших слов, которые вы сейчас сказали, о том, что овощения задолженности, в крайней мере, в ближайшее время не будет. Этот вопрос растягивается и растягивается до начала топительного сезона. Если вопрос затягивается до начала топительного сезона, то люди до начала топительного сезона горячие воды не увидят. И, в мой взгляд, это не допустим. Поэтому мы на прошлом заседании рабочих группы мы подготовили, и все депутаты проголосовали по поводу ключевых вопросов. Управление жилищно-коммунального хозяйства было данного поручения подготовить соответствующие проекты решения по внесению изменений в программу финансовой отрывки и коммунальных предприятий, где предусмотреть необходимое количество средств. Мы определили это средство в районе 20 миллионов, которые необходимо погасить задолженность перед наглядным газом, чтобы мы могли получить газ в наглядном газе и купить горячую воду. Второе решение – это по перераспределению денежных средств. Группы депутатов высказывались по поводу того, чтобы перераспределить из существующих программ, которые не выполняются. Мы обратили внимание, что капитальные выдатки не выполняются, и есть возможность их перераспределить. На сегодняшний день избавиться. Поэтому второе поручение было – это репортаменту финансов подготовить соответствующий проект решения на заседание этой комиссии. Третье решение – это было по поводу внесения изменений в план строительства кодеки. Было поручение управления репортаменту решения коммунального хозяйства. И такое решение подогнал. На сегодняшний день у нас есть и четвертое решение. Это мы решили обратиться в Болтавскую грузную раду, для того, чтобы наши депутаты от города Римича рассмотрели этот вопрос на областной раде и постарались решить вопрос о совместном финансировании этого проекта. Или возможных этапов проекта. Один из этапов, мы знаем, для того, чтобы начать строительство хотели, нужно подготовить площадку. Надо вынести сеть. Проект готов. В 2016 году этот проект подготовили. Поэтому нам необходимо выделить денег из средства, для того, чтобы подготовить эту площадку к тому времени, когда будет решен вопрос о совместном финансировании. Вот на сегодняшний день, я обращаю ваше внимание, что на сегодняшний день все эти решения готовы. Они есть в том виде, для того, чтобы их можно было обсуждать, для того, чтобы их можно было принимать решения. На мой взгляд, исполком это правильно, это хорошо, и нужно было это делать на 20-го числа. Я приходил к заседанию исполкома, я обращал внимание членам исполкома о том, что нужно выключить по весу дня и рассмотреть этот вопрос. Члены исполкома посчитали, что этого не нужно делать. По каким причинам, я не рад, что исполком сам нас ответил. Но на мой взгляд, что даже если решения, которые выносились на исполнительной камере, имели какие-то предложения по этим решениям, то можно было включить по весу дня, обсудить этот вопрос, эти решения на исполкоме, нести соответствующие коррективы и принять его. Или, как крайний вариант, дарить доручение соответствующим службам нести конкретные изменения на следующий заседание исполкома и принять это решение. Этого сделано нет. На мой взгляд, это просто не допустимо. Когда, так сказать, в новом передании на прошлом заседании рабочей группы, в новом передании, все проголосовали, здесь все подписались, в новом передании сберкновение мышцам нашего листа, правобережья Акивки, где подписалось 4675 копис. Это половина абонентов правобережья Акивки. То есть это колоссальное количество людей, которые беспокоены, которые просят вас, нас, областных депутатов, все-таки принять какие-то кардинальные решения. На мой взгляд, Дарья Алексеевич, растягивать это удовольствие до сентября месяца это не позволит. Я считаю, что нам нужно принять решение об изменении финансовой программы, финансовой предрымки коммунальных предприятий, или предусмотреть минимум глаз международных и принять решение о перераспределении, где лежит встречу. У нас есть и объекты, которые мы можем перераспределить. Я, по крайней мере, предложил один из вариантов, и Иван Владимирович Маскалик тоже, когда он там 5 миллионов и себя нашел на КТП, возможность перераспределить 5-700. Для того, чтобы перераспределить с поливомоечной машиной, если я не ошибаюсь, как правильно там спопробулируете, по факту меня. Поэтому это 5 миллионов. Я считаю, что у нас есть еще возможность. Я не буду сейчас делать каких-то публицистских высказываний по поводу банка, если вам не нравится. Есть другой источник. У Ивана Владимировича есть на сегодняшний день приобретение 46 с лишним миллионов техники на ШРГУ. Этот тендер уже проведен, этот тендер уже в работе, договора заключены. Мы можем безболезненно оттуда отсоединить 15 миллионов и дофинансировать эту статью в конце года, чтобы Иван Владимирович мог рассчитаться с постачателем. 15 миллионов в ШРГУ и 5 миллионов в КТП позволят на сегодняшний день принять решение по перераспределению 20 миллионов. На мой взгляд, это правильное решение. И я считаю, что было бы правильно, мы сейчас подискутируем об этом, Иван Васильевич, но мне кажется, было бы правильно все-таки как можно быстрее созвать очередную сессию для того, чтобы принять эти решения, чтобы изменить программу финансовой помощи, определиться в перераспределении денег и средств, и принять в новой редакции план строительства контента. Это было бы правильно. По крайней мере, здесь все депутаты, которые присутствуют, они четко понимали, что мы с вами идем совместно на эту сессию. Совместно принимаем эти решения, а не ждем, когда это будет и произойдет это вообще на протяжении августа, сентября месяца. Поэтому мы даем себе вот такое предложение, и я предлагаю этот вопрос обсудить. На самом деле, Александр Владимирович, правильная вещь я сказал сейчас относительно того, что необходимо обсудить это и принять консолидированные решения. то есть мы работаем в формате двух комиссий. Виталий Леонидович, прошу. Виталий Леонидович, вы носили формат двух комиссий. У нас работа, вы определились, и у нас работа. У нас сегодня план ушло до формата двух комиссий, поэтому я как бы главной комиссии слово предоставил в начале. Ваша комиссия главная, то есть одна и вторая. Я предлагаю сейчас заслушать по выполнению поставленных задач наших исполнителей. Вы сказали, что проекты решения уже департаментом финансово подготовлены. Это проекты решения, которые касаются первое изменения в программу поддержки коммунальных предприятий. Единственное, цифру нужно уточнить. Я бы эту цифру, наверное, увеличил, потому что кроме погашения задолженности перед КВСЗ, необходимо предусмотреть средства на текущее функционирование предприятия. И мы сейчас говорим о том, что если мы завтра собираем эти средства, то мы даем 5 миллионов сумма на погашение долгов и 2 миллиона 178 тысяч на текущую работу предприятия. Потому что просто остановить предприятие и платить долги это тоже не выходит. Поэтому мы предлагаем смобилизировать финансовый ресурс, как вы и говорите, с некоторых объектов, как капитального строительства, а именно темпы освоения по объекту 45-й сад на Роковке сейчас отклонились от Графикан. По объективным причинам. И мы можем оттуда перебросить 1 миллион 400. И, как вы сказали, взять 5 миллионов, порядка 5 миллионов 700 тысяч с КТП. Это в пределах финансовых возможностей месяца июля начала. Для того, чтобы большая сумма саккумулировать, Татьяне Григорьевне нужно передвинуть эти деньги с декабря, с октября, с ноября где-то сюда, аж чем-то скомпенсировать туда. Потому что бюджет, к сожалению, расписан до копейки. Мы сейчас его финансируем в ручном режиме. И некоторые платежи стоят. То есть вот сидят здесь дополнительные распорядители средства, они знают, что некоторые платежи стоят. Потому что мы ввели финансовую дисциплину. Ограничили некоторые не первоочередные приобретения. Это будет оформлено соответствующим решением из полковного. Для того, чтобы смобилизировать финансовый ресурс на решение первоочередных задач. Таких, как водоснабжение горячей раковки, поражение задолженности и бесперебойная работа коммунального предприятия теплоэнергии. Поэтому мы готовы сейчас рассмотреть вот этот вопрос. Но я бы просил депутатский корпус вместе с финансовым управлением отработать и увеличить сумму финподдержки на максимальную сумму в программе, не в бюджете пока что. Для того, чтобы у нас были возможности оперативно решениями исполкома, только появились средства где-то сэкономленные или неиспользованные главным распорядителем, мы сразу же дали их теплоэнергии. То есть такая возможность есть. Параллельно, имея решение исполкома, мы выносим на сессию этот проект решения и можем все финансировать и отдать деньги уже 5-го числа 1-го. Второе решение по строительству котелек. Москалик готов сейчас доложить, график презентовать, представить и я думаю, что ответить на все поставленные вопросы. Давайте регламент установленный более 10 минут для этого вопроса. Я прошу прощения. Давайте мы закончим с первым вопросом. Потому что мы не закончили вопрос первого, поражение долгов и включение горячей воды и люди ждут от нас такого решения. И мы уже переходим ко второму вопросу. Но мне кажется, надо все-таки принять решение по распоряженности для детей и средств. И путь, который вы назвали, он долгий, непонятный и не будет в течение июля, августа, месяца и сентября. Если мы в сентябре только получим оставшийся день, и сентябрь не будет. То есть получается еще, мы должны тогда четко сказать, что то решение, которое вы предлагаете, оно не позволит в течение трех дней, месяцев включить горячую воду. На мой взгляд, это неправильно. На мой взгляд, можно принимать кардинальные решения прямо с часа. И сейчас нужно выделять эти средства. И завтра включать горячую воду. Относительно тех программ, Алексеевич, то, что вы назвали уже, да, мне не хотелось, что, я не знаю, с каких соображений вы начинайте корректировать эти программы. В частности, я хочу сказать, за 45-е садик это наркотик. Это первое. Во-первых, резать вы его не будете. И мне, знаете, мне абсолютно все равно, где вы будете искать, там все-таки другие источники, давайте искать. А вот, чтобы садик резать, я знаю, что мне лично приносили порядка 200 подписей. Поэтому садик, потому что, на самом деле, есть проблемы. Есть объекты у нас, такие вот, социальные объекты, да? Они не могут подлежать каким-то образом, там, уменьшить сумму. Мы, наоборот, должны оптимизироваться, как можно быстрее сдать этот садик. Я бы не хотел, чтобы мы, там, тепло, так, хорошо, горячее, пока это все приказано. Но нужно все-таки очень аккуратно, аккуратно подойти к тому, чтобы думать, где, на самом деле, можно где-то забрать. Пусть стоит какое-то небольшое время. Но так просто, знаете, вот, на корню рубить, наверное, не стоит. Не так делать. Я просто буду очень расстроен, потому что вы уже потратили там 2 миллиона, еще 2 миллиона, и вы сейчас заморозите, по какой-то причине остановилась работа, и деньги пойдут в нибудь, она будет работать. Она работает. И у нас, к сожалению, не сможет, а у нас этого объекта мы снимаем. Ситуация следующая. Мы заложники, ну, заложники изменений в Украине, потому что мы все проводим очень патронно-позорно. Есть переможцы, которые взялись за определенные работы. Но, на жаль, у нас уже второй раз арештованы рахунки у Украины, потому что нет даже выполнения работ, по которым заработали предплату. То есть, сейчас людей на объекте почти нет, материал не завезен. Каждый день мы, скажем, перемога. Не запевняйте, что сегодня-завтра мы вновлю, а вот термины, по которым они должны были извинять о выполнении работе, про предплату, их нет. Поэтому мы считаем, что это возможно. То есть, сейчас строительство почти заблокировано и заморожено. Не с нашей правильной. Ну, выиграли люди, ну, мы же не можем. Все критерии, они отвечали. Рекомендации были надто файлы. Но сейчас мы видим возможность, сейчас, поскольку эти деньги не осваиваются, нет, кому осваивать, перекинуть на нагарные потребы, для того, чтобы потом при возможности добавить. Мы же не закрываем объекты, не замороживаем. Но сейчас, ну, кошки там есть, но их не надо будет витрачать. Мы можем позволить себе прикинуть их. Заранчу на эту ситуацию, какая слабая. Я еще додам. Эти деньги стоят сейчас на линии, и они есть в бюджете. То есть, предплатник мав по часовому гранатику эти деньги витратить. Он просто не витратил. И близко миллиона гривен, там сейчас есть авансы, который заплачен их им, и они должны их освоить. Мы не закрываем оборудование. Мы снимаем оборудование близко 2 тысячи. Мы залишаем оборудование. Мы не закрываем оборудование за обеспечения сенансами, для того, чтобы... Нет, извиняюсь, сейчас считаю рискованную оборудование наше. Оборудование. А по какой причине рискован? По причине, потому что казначейство звитует, и нам блокируют графонки, поскольку люди, которые выиграли тендер, они не зветовали про предплату, которую мы им заплатили, сгідно договорной процедурой. То есть, 30% мы раз заплатили, другий раз. Но они не могут зветтовать, они могут сдать форты. Ну, скажем, еще не попекали с объекта, но у нас такая ситуация была на финине амбитера. Вы знаете, мы разговаривали. Потому что человек не может продолжать работу. Мы не выбираем эту процедуру. Люди доходят до нас через программу прозорка, выдают процедуру. Сейчас переднем, тоже та же самая суть. Маленький буфер. Мы считаем, что, возможно, они відновляют свои работы, то есть буфер маленький финансовый, который мы закладываем, если они действительно там... Но у нас второй раз, первый раз нам легитно процедуру, блокируют наши рахунки на тиждень, потом нам блокируют уже на месяц. Потом мы должны сейчас, нас требуем, чтобы мы продолжали. Я считаю, что это решение может быть... Но мы начнем. Но я не могу. Но давайте сегодня так. Надайте звит. Кто не выполняет... Я знаю, что там десятки предпринимателей, я знаю, что там десятки, Я вот почему, уважаемые, я почему вопрос задал, услышал, вопрос задал конкретно, вернее, услышал, задал конкретно вопрос и получили мы разъяснение. Для чего? Чтобы все сидящие здесь понимали, что вот подобные вещи могут быть, еще где-то могут быть. И вот с такими объяснениями, вот с такими объяснениями, как один из замов, допустим, да, вот объяснил нам, мы уже можем понимать и построить, вот на такой ситуации построить работу, чтобы давайте работать именно вот так. Вот есть реальная проблема, вот мы ее услышали, и вот везде вот так надо позаниматься, сейчас ждать весь небольшой время, и таким образом определить. Потому что вот есть ответ, вопрос, мы все услышали, четко, понятно, внятно, почему. Это вам вопрос, почему листовали, какие проблемы, это другие ситуации. А вот здесь, вот такой порядок нужно выбирать работе и искать деньги. Если складывается иллюзия, что пострадает работа, абсолютно нет. Несмотря на ту ситуацию сложную, мы вчера собрали средства и отдали средства на вторую ворбальницу, на объект более полумиллиона гривен, для того, чтобы продолжать там работать. Несмотря на то, что остановлены платежи по многим позициям. То есть социальные вопросы для правобережья, они не страдают. Снимаются только с тех объектов, которые либо планом не выполнены работы, и не основанием для того, чтобы оплатить их. Либо задержка документации, либо какие-то проблемные моменты есть, которые не позволяют нам сказать, что завтра эти работы будут выполнены. Все. То есть мы должны иметь временные рамки для того, чтобы эти средства постепенно снимать. Сейчас огульно снять там всего нельзя. Я вам предлагаю, Игорь предлагал, и мы говорили группой депутатов на первом заседании комиссии, чтобы не было это огульно, мы давали наручение анализировать все программы. Мы с вами на предыдущей сессии смотрели проект решения о выполнении бюджета за первые квадры. 11% выполнения капитальных выдатки по периоду, даже не по году. А мы сейчас говорим только об одном объекте. Сейчас по-любому капните, и везде такие же проблемы. Везде. 11% по первому кварту. Представляете, что служба, что это за процентом. Но мы можем это сделать в рамках этих суток. Больше не про этих суток. Система прозора, как говорится, тут все понятно. Но мы, наверное, прописываем таким образом, тендер на его службе, что подрядчик нанесет ответственности. По большому счету, если он сорвал, так как вам сказали, что подрядчик, он должен уйти без штанов. И прекратить свое существование. Тендера, в которых мы участвуем, там и банковские гарантии, ну, штрафные санкции и так далее. Тогда, наверное, мы где-то как-то подходим и правильно к каверованию дежурной документации. Я считаю, что есть проекты решений на сегодняшний день подготовлены. Я считаю, что их можно рассмотреть на дежурной сессии. Давайте мы с вами совместно сейчас примем решение о послуживании дежурной сессии и рассмотрим. А эти проекты мы до сессии скорректируем. Если вы посчитаете, что здесь нужно еще что-то дополнить, мы можем спокойно внести к нему, где вы прийти. Вот есть четыре решения, которые можно сейчас рассматривать и примем. Я все-таки убедительно вас, лично вас прошу, для того, чтобы вы приняли такое решение. Смотрите, мы вчера Владимир Романовичем встречались. Еще раз повторюсь. Мы договорились о том, что потача горячей воды – это первоочередная задача. Возобновить горячее водоснабжение и араховки. Это задача города и в чем-то задача в Огонзаводке. Сроки когда? Технические сроки я озвучил. Мы сегодня утром разговаривали по телефону с Дневрованчем. Он сказал, что до 11 часов проведут анализ на предприятии финансовых возможностей. У вас есть замка финансового аналитика. Он свяжется с Анатолием Дмитриевичем. И рассмотрит нашу модель финансирования, в которой 5 миллионов поступает до 5 на 7. Дальше двигаемся по плану. Эта модель выстроена в результате того, что мы посмотрели, сколько есть денег не освоено. Почему мы снимаем с КТП с этой машины? Потому что уже два раза проводился тендер. На первый тендер заявилось одно предприятие, тендер не состоялся. Второй тендер, еще какие-то проблемы. То есть вот таких проблемных моментов у нас есть в этом месяце. Мы видим, что будет в июле и видим, что будет в области. Поэтому мы сейчас говорим о том, что сессия у нас произойдет 6-7 августа. Когда мы увидим результаты июля, исполнения бюджета. Для того, чтобы уверенно принять решение и распределить эти деньги. Не видя ситуации по факту проводить неочередную сессию. Но это просто такое политическое решение, не экономическое и не рабочее. Мы, рабочие решения, предлагаем заседание из полкома завтра в 8 утра, выделение средств, поступление денег на счета вагон завода и решение проблемы водоснабжения. Возобновление горячего водоснабжения. Технически горячую воду можно подать с понедельника уже. Потому что сегодня теплоэнерго. Виталик, доложите. На сегодняшний день технически мы не можем подать или отчетную воду. За, у тебя есть. Поверка прибора уйти. Когда вы можете подать? Через неделю, я думаю. Ну, с понедельника. У нас сегодня вторник. У вас рабочий день сегодня и завтра. Понедельник вы можете приборы забирать. Виталик Алексеевич, вы очень здорово вам все рассказали. Это опять же, я говорю, что это путь в никуда. Давайте разговаривать о законстве. На сегодняшний день 27,2 миллиона задолжены. Да? Имеем? Имеем. На сегодняшний день 17 миллионов задолжены перед такт авторазом. Имеем. То, что вы предложили, это 17 миллионов. 27 минус 17, 10 миллионов остается. Восстанавливаем горячее водоснабжение. На начало отопительного сезона мы имеем долги. 15-20 миллионов. Какой вопрос, что мы решили? Что мы решили? Да вы момент, давайте все-таки жители Рокупи обратились к вам. С озвернением подписали, 4 с лишним тысячи. Это не мало ли, да? Поэтому я считаю, что к этому нужно прислушаться. Не так, как это было делано на исполкоме. Поготовил проект решения нужного. Кто воздержался, кто переносили этот исполком, не знаю. У меня самочек остался. Поэтому это путь пока, чтобы вы туда. Я поддерживаю. Александр Владимирович, в том плане, что необходимо все в день, ответят люди, а потом запрос, которые не написали. Для этого. Пусть это будет ваша института. Соберите вы на очередную сессию. И в очередную сессию давайте мы дойдем деньги и богатим эти долги. Мы находим деньги без сессии. Мы сегодня готовы подготовить. Какие же мы находим деньги, если мы приходим? И завтра вас приглашаем на исполком. Если мы приходим на начало отопительного сезона с долгами примерно 10-20 миллионов. Я хочу, Анатолий Дмитриевич, абсолютно право. Цифра 10. Сегодня с Дневровой, чем мы говорили, он говорит, а 10 миллионов где? У нас есть задолженность. Мы выбрали только жителей Раковки, которые получают тепло от вагон-завод. И выбрали только ту задолженность, которая меньше трех лет. Потому что есть те люди, которые не платят 7 лет, 8 лет. Есть квартиры, по которым задолженность в некоторых домах по 30-40 тысяч. То есть вот общая сумма заболеваний. Я не говорю, что не должен. Почему должен? Представляете мир. Галерий, я говорил о том, что сейчас ты в ЛНР. Что вы работаете как директор в ТЭК-ЛНР? Для того, чтобы 22 миллиона не было долго на сегодняшний день. Что вы делали как директор? А там ничего вы делали. Да, а вы сказали, что если не заплатите дополнение, то субсидии не получат. Вы не обманули. За это вот и у нас нас на драм. Еще раз. Люди субсидии, ведет работу с абонентами. Мы видим возможность частичного погашения этого долга. Мы помогаем людям делать инструктуризацию. Мы помогаем оформлять субсидии. Тем, кто не платит, не может платить. Но это сумма задолженности. И мы готовы в текущем режиме нас будет вместе. Чтобы гелязии на первой определенной шторе, чтобы задолженность не росла. Виталий Алексеевич, у меня есть другое предложение. Есть в нарядочком горшней плавни. Где примерно тот же самый теплоэнерка. Которые прошлые годы они проработали безубыточно. А в этом году они уже работали. Справлю его. При одной и дружественной массе. И это у нас. Что в горшней плавни? Что у нас? Поэтому давайте мы вот здесь обноведем порядок. И выведем теплоэнеры субыточного предприятия. Потому что дотации, дотации, дотации. И чужих карманов деньги не считают. Ну, наверное, что-то же не так происходит. Если рядом это возможно, а у нас это невозможно. И они уже приступили к третьейρεции. Анатолий Анатолий Анатолиевич абсолютно правильно сказал, что нужно вывести предприятие на уровень безубыточностей. У него есть определенная задолженность, что должны ему. Это дебиторская задолженность, и то, что должно оно. Это кредиторская. Сейчас, если свести это все, то предприятие даже будет иметь плюсовые показатели. Потому что предприятию должно государство, население и Болтава-Удэнер. Предприятие должно нафтогазу, вагонному заводу и транзитерам газа, нескольким предприятиям. Кременчуг, ГАЗ, Черкассы, Трансгаз и другие. Если мы сейчас говорим о том, что мы даем деньги предприятию, это не дотация. Мы даем на умовах повернения до 25-го, 12-го, 2018-го года. Мы, конечно, понимаем, что, возможно, придется продлять эту сумму, но это будет уже исходя из бюджета следующего года. Поэтому вся та финподдержка, которая ему дается, это не просто так, чтобы поддержать штаны или заткнуть дыры. Это финансовая возвратная поддержка города. Когда-то настанет срок ее возвращения, и когда долги будут погашаться, и предприятию, и предприятиям эти деньги должны возвращаться или в бюджет, или перераспределяться на те перевооружения, что делается в Комсомольске. Вы абсолютно правильно сказали. На то, чтобы закупать там каплы, делать обработку, выводить все эти. И вот вчера с Владимиром Ивановичем это обсудили. Да, нам надо в следующем году выводить все эти. Данное-то надо заложить деньги в бюджете уже сейчас, в том числе, 10 или 11 миллионов гривен, в зависимости от уточненного каштурса, для того, чтобы вывести сети и обойти площадку новой котельной. То есть мы это готовы делать. Формировать вместе с вами бюджет с учетом погашения. Мы в начале года, в комиссии, которая была по подготовке к партнерской сессии, анализировали финансовые документы всех наших коммунальных предприятий. Наша комиссия запросила, дайте, пожалуйста, финансовые планы на 18-й год. Я бы сказал, что это путь в реку, да. Ни одно коммунальное предприятие, ни одно коммунальное предприятие не является прибылью. И на сегодняшний день те финансовые показатели, которые показала КПК КПК КПК, там убытки, убытки серьезные. Поэтому я не пойму, о каких прибылях вы сейчас вовлите. Дмитрий Алексеевич, смотрите, мы должны понимать ситуацию, что данная ситуация... Я же приколько звонил, но это схема, которая предлагается, она ничем не отличается от схемы, предыдущие. Вот это путь в реку. Это вверх на месте. Вверх на месте. Я хочу сказать, смотрите, в чем суть. Да, сейчас мы поможем предприятию, мы пропинансируем, оно пойдет дальше. То есть мы попросим топлива, но понимаете, люди должны платить за служебную энергию. А как они будут... Не должны ответственны быть те, которые плодят, за тех, которые не плодят. Мы должны вводить средства, отключения, пусть невыгодные нам, но мы должны выпустить именно финансово, бюджету невыгодные. Но когда люди будут понимать четкую ответственность за то, что они растят в долг, будут платежи. Не надо всех отключать. Есть собственные неплательщики, за которые страдают остальные. Так как мы с вами обсуждали, встречались по этому вопросу. Вывешивать списки должников. Два. Вводить для самых корневых сложных должников отключение. Да, я знаю, что это невыгодно, отключение, подключение. Но они должны знать, и чемпионы по долгам должны знать, что мы их можем отключить. Когда нет понятия наказания, и индивидуального имена. Ни в коем случае нельзя дома отключать. Ни в коем случае. Ни один абонент, который платит свои деньги, не должен пострадать. Это нормальная европейская практика. Просто человек пять должников в самом большом городе, в доме, должны знать, что они будут отключить. И уже сами люди между собой будут соревноваться, чтобы не попасть в эту цехерку, десятку, тройку. А так, в основном финансирование, я расскажу, что ваша волнуйтесь. Все. Я, депутат, хочу взрослый, хочу взвернути вам, как все происходило на предыдущих заседаниях. И взвернути вам на то, как два делегового депутата, на последнее битва водоподобного завода, на последнее заседание выполнено. На свої пропозиції почували насмішку від команди міського голови. Зараз ми чуємо від міського голови, знову ж таки, слово блуддя. Тобто, він не називає точних термінів підключення гречого до достачання. І депутати намагаються вмовити нашого міського голову скликати позачергову сесію. Зі свого боку, хочу повідомити, що остання сесії у нас відбулася 30 травня. Тобто, чергова сесія має відбутися не пізніше, ніж 30 червня. Про яку позачергову сесію ми зараз говоримо. Якщо міський голова зобов'язаний вже чергову сесію зібрати, а бракувачі той факт, що є невідкладні питання, які впливають на життя міста, то я бажаю, що зараз ми повинні не вмовляти міського голову зібрати позачергову сесію, а написати на поліцію, на прокуратуру про зловживання службовим становищем, підписатися групою депутатів, нехай це буде десь або 20 підписів. Тоді, я думаю, після того, як буде внесено в єдиний регітор судових відомостей до судових розслідувань про зловживання службовим становищем, нам не потрібно буде вмовляти міського голову в тему команду скликати сесію згідно законодавства. Там будемо вирішувати питання. Така моя пропозиція. Дякую, Донтянька. Я хочу сказати, Дмитрий Олецьович, звертаюся до громади. Діло в тому, що ви заводите на свою ману і громаду також, не тільки депутатів і місці, своїм КТП. Діло в тому, що громада не герно знає, що я скажу тарифи на опалення, і запросила інформацію, яку вони надали, ну вони, ТКП, ТПНР, знаходиться ця інформація у нас в міській раді. На першому етажу там надали мені ці копії документів. Правда, вони там лишать через один аркуш. Ну я заставила надати всі аркуші. І виходить, як ви нас вводите в заносі, в гоману всього громаду, що там написано чітко, де Мінрегіону даєте інформацію, задовженості в нас нема. Ви взяли розрахунки за один рік, 16-17 рік. Тоді, коли ви повинні були взяти, зробити за 5 років розрахунки, і там чітко написано, от щас, якщо принести, там написано, що задовженості нема. Навіть люди переплатили, які, ну, наприклад, попередні долги, хтось там сплачував. Там казано чітко. І ви щас кажете, задовженості, задовженості. То як можна тоді вірити вам і вірити КП Теплоенерго і, можна сказати, тому самому виконавчому комітету, який приймає протиправні рішення? Тому що я їм вам скажу, я скажу не тільки на Теплоенерго, на утримання будинку, там теж надурили громаду. Ви за субсидію дурите, теж буду судитись. Так може бути дурити, заводити громаду громаду? Ні, може, ви можете сказати, принесли, і зараз все буде на лягу. Мої слова підтвердять все. Мене оте про пані. Дивіться, класична дисципліна – це запорука чіткого законання всіх наших зобов'язок. Я б вас дуже просив погашати заборгуваність за комунальні послуги і закликати всіх людей це робити. Я заблужу не? Ні, я прошу вас, я вам кажу цю інформацію. Будь ласка, треба пояснити людям, що без платіжної дисципліни не може бути вчасного надання послуг. Бюджет не може постійно дофінансовувати або закривати якісь чийсь огріки. Тоді ми зробимо так, що люди скажуть «А все, от вони заплатили раз. Навіщо платити тоді?» Він приїжджав сюди, приїжджала, видавали документи всі. Ви там чітко казали. Навіщо ви тоді наші посадових осіб Верховної Ради і Мінерегуону заводите бумагу? Якщо ви дали їм дійсню інформацію, довідки там написано, немає задовженності. То навіщо ви тут, можна так сказати, ну, працюєте? Я вас ще прошу, от ваші оці речі про судові кузови, вони кажуть людям, що можна якимось чином там, от як ви оскаржуєте. Дивіться, є платіжна дисципліна, є рішення органів місцевого середування. Сьогодні в Києві буде засідання МКРЄКП, на якому буде встановлюватися новий тариф для вагоноподівного заводу. От 14.30 на тепло. Це не є ні для кого секретом. І вагоноподівний завод буде говорити про те, що там треба підвищувати тариф. Вони вже подали розрахунки. І зростання тарифу там буде для бюджету, для інших споживачів, для населення поки що не буде. Але це буде рішення органів, яких треба виконати, Волосія Данилівна. Ви можете розкаржувати. Дана інформація. 22 мільйони, це розпочинаючи із початку 2018 року. 19, 20, 24, 22. Скажіть, будь ласка, ви хоч раз виступили на сесії з криком душі. Раніше пам'ятаємо, коли були наші тут і Денісенко, все, та півтора мільйона заборгованості, кричали і били в колокола. 22 мільйона. Якби не було цього зібрання, ви бі досі сиділи, мовчали? Таких не мовчали. Але скажіть, будь ласка, які ви прийняли міри до того, який час показує, де в 350 чоловік ідемо, опитуємося до цього, які були міри, щоб погасити цю заборгованості? Що ви робили? Що ви робили як директор? Підказки не надо. Поліцентрі не треба. Ну, нет в відповіда. Просто, ну, отцювачте. Нет, ну, послухайте, що вам підказують, бо ви не зображаєте, що сказати. Так, якщо можна, давайте, по сути, по тому, що ми починаємо з усередження. Не, ну, ви хочемо видити аналіз задовженості. Нам задовженості показали, а покажіть, хто не платить? Хто не платить? Рабочі всі платять, люди. Шановні колеги, якщо вона дали нам продовженості, то продовженості подвоїло за останній рік. Якщо взяти черв'як 2017-го і 2016-го, було 12, стало 22 гривень. Безумовно, я вважаю, ця вона тепла не вважає. Ми сьогодні говоримо роботу, і ставити в залежність подачу дипла на право і перегляд, це їхня перегляд обов'язок. Якщо заміняти роботу обманецької служби Полтаво-Боленерго, якщо на рівному березі всі знають, і юридичні особи фізичні, там земля горить під боржниками. І я знаю, що і мені дзвонять тільки на 2-3 дні, ти заборгував, тобі дзвонять, так, що ти юридична особа, ми треба виключати, з фізичними особами свій підхід. Вони працюють, тому що там поставлена ця робота. Теплоенерго робота ця вважає бути кращою. І я вважаю, що це питання з повищого буту взяти і комісія, або вже пихає по бюджету, щоб кожного місяця світувалися про роботу з боржниками. І я думаю, тоді щось можливо цю питання зміниться. Чись таким чином. Але давайте ще хто. Це окрема тема її. Це не потрібно розставити в залежність з погашення заборомлість переглядового бутівника заводчого. Ви там працюєте, це місцеві влади, депутатську корпусу безумовно, а не проблема мешканців правобережа. Тим паче ми розуміємо, що є добросовісні споживачі і платники, а я не так працюєте. Люди отримують за заробітну плату. Як працюєте, заробітну плату. Я хотіла все-таки, Виталю Сеївич, у нас є кілька вопросів. Ми увиділи, що по першому вопросу ми не видим якісь конкретніх підлажень по поводу того, щоб погасити як можна быстрі за должність і розобновити речі водопостачання. Таких підлажень ми просто не видим. Я це розсотирую. На сьогоднішній день таких підлажень немає. Виталю Сеївич, ви тут вже озвучили і членів сполків. Такого рішення ми не услышали. Второй вопрос, який ми розмахували на засіданнях робочої групи, це строительство котельних нових. Хотілося б усвідомляти від руководителя ЖКХ їхні видіння дальнішого розвитку цього вопроса і як ми максимально быстро зможемо решити цього вопросу. Через які фінансові учреждення ми можемо получити і коли буде проведено тендер на строительство, коли буде сделана на сеті? Як ви це віде? Пожалуйста. Я так зрозумію, що ні. Це виразне те, що буде через 10-15 років, а ми говорим о реальній сьогодні. Есть долг, верните деньги, включите горячий остров. Вот об этом можно говорить. Я вот не могу понять, вы или вам заняться в нескольких. Вы сказали, что вы не согласны. По-моему, четко и ясно. То, что предложено по мэрам, оно не принято. А мне вот не ясно. Я, допустим, вы проводим другой путь, и сейчас вы проголосовали, если они пошли отработать, то вот позачем вы не согласны. Геннадий Коколович, я согласен. Я думаю, что сейчас на вас возникает такая ситуация. Давайте сделаем первый год. Пообщаемся еще раз. До завтра. Уважаемые коллеги, мы же пришли сюда что-то вырешить, а не просто по-настоящему. Мы два дня занимаемся финансистами. Понедельник, в пятницу. Это же не просто взяли деньги. Это какая-то числа будет. Это вообще хорошо. Что за завтра, что-то измелье. Мы сейчас предложили модель. Я так понимаю, что вагонные заводы, это модель неприемлемы. Потому что хочется получить деньги и все, и сразу. Мы это невозможно, не сможем выполнить, в связи с тем, что в бюджете нет 17 миллионов в день. Ежедневные поступления у нас 6-8. И надо давать людям зарплату. Надо платить коммунальные вышлежения. Надо кормить людей в больницах. Покупать лекарства. Нельзя просто собрать все деньги и отдать за долги частных лиц вагон залог. В январе дали вагон заводу 5 миллионов. В феврале дали вагон заводу 5 миллионов. Если мы будем каждый месяц заводить вагон заводу, то потребители просто перестанут платить. Скажут, завтра заплатит город. И мы получим неплатежи. Виталий, есть ли у вас этот график неплатежей? Как у нас выросли неплатежи после того, как закончился отопительный сезон? У нас по состоянию на январь месяц 2016 года долг населения 15 миллионов 700. На январь 2017 года 15 миллионов 148. И на январь 2018 года 15 миллионов 780. Правильно ли это? Правильно. Послушайте. Потом закончился отопительный сезон. И долг населения начал расти. То есть за апрель месяц, за март люди просто перестали платить. Потому что вроде все прошло. И мы сейчас вот этими решениями расшатаем систему предприятия. И мы тем людям, которые платят, скажем, а можно не платить. Это неправильно, коллеги. За все нужно платить. И мы понимаем, что мы должны вагон заводу как коммунальное предприятие. Город должен. Да, какие-то средства. И эти средства может взять частично из бюджета. Но не в одночасье 17 миллионов. Не за час, не за минуту, даже не за день. И никакие внеочередные сессии здесь не решат проблему. Здесь надо работать, перебрать бюджет ручками. Собрать эти деньги, как мы собрали уже 5 миллионов. Как мы собрали сейчас сумму для поддержки предприятия. И мы дали график, по какому мы можем собирать эти деньги и финансировать предприятия. Я все-таки не хотел бы переходить на второй вопрос. Меня больше интересует первый вопрос. Вот мы все время, все время бежим вперед. Каких-то пересекли о будущем. Давайте мы решим сегодняшнюю проблему и как ее решить. А потом будем двигаться дальше. Я все про кодельных слушать не хочу, если честно. И этот вопрос мне неинтересно. Я вернусь к тому, о чем я чуть раньше говорил, уважаемые присутствующие. Вот в принципе, на сегодняшний день мы услышали цифры 5, 5, 7, к примеру. Есть руководители на сегодняшний день завода, которых эта ситуация не устраивает. Не устраивает та задолженность или то погашение, сегодня не устраивает. Но реально, вот я, вот вам, вы, может быть, не поняли, я еще раз повторюсь, так коротко, да? Относительно того, что вот предложили, допустим, на ситуацию, садик 45-й, задали вопрос, услышали ответы. Почему произошло? Как произошло? Ушли цифру какую-то? Я вот вам хочу задать вопрос. Алексей, почему вы не можете, вот это же короткое время для этого нужно. Есть все необходимые службы. Нажать только кнопку и дать распоряжение одному, второму, третьему, и принести, положить на вот такие подобные ситуации. Выложить их на картинку, прийти конкретно здесь рассказать. Вот смотрите, ребята, у нас получается первое, второе, третье, четвертое, пятое. Тут миллион, тут 200, тут 500, тут 600. Реально мы можем отдать. Да и по ходу, и сессии нужны, примечный на уровне. Вы когда-то комитет, принятый на уровне на уровне, вы видите, мало. Вы не можете прийти к 17 миллионов и решить вопрос. Значит, нужно дальше искать. И еще есть такие подобные пути. Просто бюджет формируется, поступление, добра. Я все прекрасно понимаю, я что не понимаю, как бюджет формируется. Я понимаю, как формируется бюджет. Нельзя сегодня взять и дать деньги, сразу взяли и дали. Так не бывает. Но в конце концов, вы выберете путь, какой путь будет конкретный. Вот именно сегодня такой путь не устраивает, понимаете? Вот не устраивает. Вот не устраивает и все. Что нужно делать? Нужно искать, значит, дальше. Этот путь продолжить, посмотреть, дойти до этих 20 миллионов и сказать. Вот вам первое место сколько, вот вам второе. Все. Вот параллель. Другого не будет. Вот все. Дети не устраивает. Не устраивает. Все. Для того, чтобы, на этом можно у вас залить и сессию проводить не нужно, чтобы вы стали на образу руководителя приедет и приедет. Я вот сейчас смотрю на вот это вот все действие. И, честно говоря, я хочу себе противоречить и защитить Италия Алексеевича. Виталий Алексеевич, проголова, принесно. Сейчас согласен идти на какие-то компромиссы. Согласен чему-то платить. Составить определенный график. На месяц, на два. На него сейчас происходит какие-то давления. Сегодня заплатить, завтра. Мы не на базаре, ребята. Вы голова бюджетной комиссии. Вы подписывали бюджет. Вы знали, что будет долг. Вы знали, что будет долг. Почему этот долг решились выяснить сейчас. Сейчас и заплатить завтра. Ну, так же не делается. Давай, если ставим график, давайте там, ну, месяц какой-то. Уграми платежей. А что вы знаете? Нормально. Мы с вами слушали руки. Ну, подожди, бюджет. Планировали? Планировали. А что там? Послушайте. Бюджет планировали? Планировали. Давайте проводим это. Знаешь, что будет долг? Знаешь. Отдавали судьбе. Были какие-то так, полуарные, некуларные там уже начали. Были. Теперь почему-то эти куларные договоренности, некуларные нарушились. И начинают говорить, как на базаре. Давайте завтра. Мы же не в 90-е. Давайте какой-то месяц ждем. Полтора. А вы слышите? Вы слышите? Вы слышите? Вы слышите? Я не могу не слышать. Эксперименция закреплена? Мы хотели вообще забыть. Все, кто же не положит тебя. Мы не будем. Мы идем, когда Леонидович на компромисс. Когда? Нет, не компромисс. Где можно было? Купался в лесу. Мы опять не заберем. Это сами делали, чем на вашу плоду. Много денег сейчас на базаре. Я бы вам отвечал на базаре. На базаре. Можно подчищать, пожалуйста. Послушайте, я бы на сегодня. Ну, да, Леонидович, пожалуйста. Послушайте, я бы на сегодняшний вопрос. Это мы формировали встречать, если вы помните. У нас с вами в октябре прошлого года формировался новый тариф для Деплоэнер. Вы помните, какими дебатами мы с вами принимали и обсуждали в этой сессии? Помню. Нет, Александр Ильич, не перебиваю. Так вот, послушай, нам все обещают, что после утверждения этих тарифов новое коммунальное предприятие выйдет на новый уровень развития. И мы заработаем, и попробуем, и погасим все долги, и все у нас будет замечательно. И все, и модернизация будет. То есть мы все проблемы решим. На сегодняшний день вопрос не так и не решен. Это первый вопрос. Второй вопрос, Александр Ильич, если вы не знаете, и может, никто другой не знает, я объясню, что на протяжении двух лет или даже двух с половиной идут постоянные обсуждения и переговоры по поводу положения задолженности. За этот период было подписано два или три графика положения задолженности, которые на сегодняшний день ни одного раза не были выполнены. Виталий Семенович, вы помните, как в прошлом году вы сказали, что до 1 июля вы сделаете долг в размере 2,5 миллиона. Но на сегодняшний день ничего не выполнено. И я вам хочу объяснить, Александр Ильич, месяц, два, неделю, мы и две недели назад, и неделю назад, и давались поручения соответствующим службам, подготовили соответствующие предложения по перераспределению. И вот прошло две-три недели, а мы кроме того, что нашли 5 миллионов, с одного объекта больше ни к чему не пришли. И поверьте, пройдет еще неделя, пройдет еще месяц, и ничего не поменяется. И поэтому я считаю, что нужно сделать такой формат. Мы созываем неочередную сессию на 11 июля. Порезка дня сформирована. Депутаты и проекты решения есть. На протяжении этого времени, двух недель, к 11 июля, мы с вами можем отработать любые вопросы. Если надо, мы несем изменения в эти решения. Вот у нас есть на сегодняшний день, Виталий Алексеевич, я вам заявляю, что на сегодняшний день подготовлены рядом депутатам заявления на ваше имя за подписью 20 депутатов по поводу созыва неочередной сессии. 20 депутатов. Я думаю, что к этим подписям присоединятся и другие депутаты. 20 депутатов просят вас, а тем и не мешканцам міста, провести внеочередную сессию на 11 июля. Сформирована переска дня. Первый вопрос про внесение изменений до программы профиль-потребления. Другий пункт про перерасходку бюджетных ассоциативований. Третий – про затверждение планов будильництва в новую редакцию. Четвертое питание – просвердление до Курбина и Полтавской области администрации про спикфинансирование проекта будильництва. Есть эти проекты решений. Вот и есть заявление. Поэтому я считаю, что нам нужно на сегодняшний день созывать неочередную сессию на 12 июля. И я надеюсь, что Виталий Алексеевич и послуждают нам на уровне. И в рамках подготовки неочередной сессии отработать все вопросы. Если нужно, если эти проекты решений каким-то образом не устраивают кого-то, пусть каждый дает предложение, технические правы. Я думаю, что службы отработают это. Мы с вами это все обсудим. Каждый посмотрит, помусорит. Поэтому на сегодняшний день поофициально это заявление сейчас через канцелярю статью 20 депутатов не степет лежит. Коллеги, я ждал эту минуту, когда Александр Владимирович огласит эту информацию. Смотрите, для решения технического вопроса положения задолженности никакая мне очередная сессия не нужна. Вот мы с Геннадием Михайловичем в этом едим. И я думаю, что большинство депутатов это тоже понимает. Мы в рабочем порядке и с полкомом можем отработать все вопросы. Их уже отрабатывают. Да, мы сошкребли, я скажу вот это слово. Мало сошкребли на мнение Воронзавода. Но больше в июне месяце сошкребти нечего. В июле можно сошкребти еще 5 миллионов. И еще потом можно осень. То есть это мы видим, мы проанализировали каждую статью затрат. Мы знаем, я могу сейчас назвать объекты, Александр Владимирович, в том числе и у вас на Украине. Я с вами консультировался. То есть есть объекты, на которые нужно снять. И мы сейчас готовы продолжить эту работу. По вот этому графику Бадашин. Мы абсолютно толерантно относимся к тем вопросам и тем обвинениям, которые звучат на шансах. Да, возможно, где-то есть наша общая вина в том, что мы там не выделили 20 миллионов теплоэнергии, 30 или 40. Но если бы мы это сделали, мы бы не тянули социальную нагрузку, мы бы не тянули школы, ремонты и все, что делает по городу. Если я все остановить и сказать, отдайте долги частной компанией, надо найти общее решение. Антон Ильич, мы предложили вариант. Давайте ваше видение. Мы готовы сейчас сдавать эти средства. Давайте включать олежью воду 5-го числа. Все. Включили олежью воду. И еженедельно проводим эту комиссию, вызываем всех и директора теплоэнергии, и начальника у шагирования. Я еще раз вот рассылаю порядок 27,2. Плюс 3,5 месяца. Еще 10 миллионов. 37 миллионов, да? Почему я считаю, что деньги будут платить за речью воду? Почему 10 миллионов? В следующий день мы сказали по поводу того, что можно распределить средства на испуговье. Без изменения программы финансовой помощи этого сделать невозможно. А у нас программа не изменена. Вам ответят начальник финансового управления, что это сделать возможно. Послушайте, я вам как юрист говорю, что без изменения программы, юридического изменения программы, мы действия совершать не можем. Если мы какие-либо действия сделаем, завтра кто-то может обжаловать в суде и отменить это решение. Александр Владимирович, вы можете обжаловать в суде, мы завтра это решение отримем, и вы можете идти и обжаловать в суде. Но мы сделаем все для того, чтобы раконка была с горячей водой. Если вы не хотите это делать, так и скажите. Я хочу сессию, а не решить проблемы. Я хочу решить проблемы. Нету решения. Вы не говорите об этом решении. Вы не предлагаете ничего. А сейчас рекомендую... Только сессия, а не решение вопросов. Вот, думаю, можно сказать, что... Давайте, шановые коллеги, давайте обговорювать вопросов, как мы начали. Я вижу, что позиция, в принципе, на сегодняшний день у нас близлась. И то, что выучил Виталий Сеев свою пропозицию, они мают уже, но не в повне мере, пока задобновляют требования предприятий вагон-будивного завода и вешенцем методов. Я прошу, Виталий Сеев, что у вас в суде, не рассматривать вопросы с клипы к сессии, как какие-то надзвичайные подъемы, как политический из-заход. Это рабочее вопрос, которое мы с вами, как господарители, я имею в виду, вот, профессиональный комитет, МИСКО РАДО, МИСКО РАДО, в нас должен затреживать эти решения. И мы хотим, что это решение? Если вы сейчас, вы, как говорите, в 17-м, мы, как говорите, в 19-м, вы говорите, до 9-го месяца найдем закривание, это БОР. Не ма вопросов, давайте сейчас, вкрутим сессию, там, на 1-м месяц, затрежим решение. Если нужны какие-то изменения, может быть, мы приедем еще до каких-то компромиссных решений, затреживаемся, начнем погашение, а по результатам 9-го месяца. Если нужно, мы с кого-то снимем, потом перераспределим, снова добавим, глянем, какая у вересня будет ситуация у нас финансовая. В том числе, не только по результатам 6-го месяца, а и по результатам 9-го месяца. Чего мы спорим? Чего мы говорим, потому что это как-то, если мы говорим, и помогу всем всем, что вопрос обеспечении мешканцев европейской горячей готуры, это очень серьезное вопрос. Мы все сгоди, его нужно решить. Сессия, это вопрос, в том числе, обеспечения и погашения, это решение сессии МСР или нет? Воно должно принимать решение, изменения по днюю, затреженные решения. Так что вопрос? Что бы вы сказали? Шановные коллеги, какая сессия? Это не питание сессии, это не питание депутатов, это чисто витонарчу комитету. Тогда бы не было питания, сказали, не занимайтесь политикой, не занимайтесь популізмом. О, это одно из чего. А если это вопрос, мы будем в порядке, давайте мы самим его выносим на политические вопросы. А я бы скажу, давайте не выносим, а давайте вы решили в работе порядке. И еще, это не политические вопросы. Это вопрос. Мы выработали в таком формате, как вы знаете, в каждом выкладке. Я предлагаю зараз, все ж таки, заработать перерыв, снова забраться в рабочем формате, вот сейчас хотят, что у нас есть пропозиции финансового характера и техничных вопросов. Я думаю, что требуется забраться еще раз. Конгресс с холодным компрессом, все ж таки, вы находите шляпки вырешения этого вопроса. Потому что сейчас все выставки, у нас есть очень сложная пропозиция. Я еще скажу колька слов. Мы завтра будем проводить заседание рекомендую, потому что у нас есть потреба принять какие решения по организации заходов забезпечения правопередства. Мы питание с Тетяной Григорьевной подготовим завтра на выходном про выделение костей шляхом перерозподелу. Шляхом перерозподелу. Шляхом перерозподелу. Шляхом перерозподелу. Для выработки конструктивного речения. Мы сохраняем что Рафик погашения нам уже осталось, он прикрепленный реальными возможностями финансовыми, которые мы можем найти. В смысле, не так было. За что вы слушаете нас разговаривать? Ну, кто и вам нравится, я как вы видите. Так а что я вам даю? Я не вам ничего не даю. Вот вы здесь творите. Знаете, что я вам сейчас даю? Что, у вас два списка? Нет, это кофе. Нет, это кофе. Нет, это кофе. Я уже не теряюсь, на самом деле, сколько у нас документов, а у меня очередной часть есть? Один. Один год. Ну, вы теряете, что вы не имеете в виду? Олег, давай, на технические вопросы вы вам параметры передадите. Нет. Почему это вы собрали такую улыбку? Четыре с половиной тысячи жителей. Я вижу четыре разных заповедей, которые поставили в подписи, которые обратились к вам. Неужели это не достойно того, чтобы собрать очередную сессию без политических возрастов? Вы, молодой мэр, вам еще учиться и учиться. Не склалася б така ситуация, я казалась, разлила, я бы она вырешивалася. Тогда, когда на каждой сессии кричали и били колоколами. Вы успехались, сидели. И Виконавчий комитет очень приятно. Выглядит вас в сюжете, когда вы просто насмехаете. Эта громада выбирала вас и поверила в вас, понимаете? Так надо вернуться, а не ховать голову в песок. И давать команду. Не приходите на заседание комиссии. Не приходите. Не приходите. Мените часы из выбранного комитета. А сейчас пришел часы. Надо решить. И глобально решить эти вопросы. А не думать, что можно смеяться. Это только часть людей, которых вырвали. Чтобы высказали на борече 14 числа. Я специально понимала. Узять на грядь бабушка 80-75 лет. Идет с этой кастрюкой и миется. У цей кастрюки, которая не миется совсем. Надо понимать. И обратиться к людей, а не игнорувать. И вы приказали. Не идите на заседание. Люди приехали специально для того, чтобы просто поспілкуваться. Высказали свои ответы и решили вопросы в позитивном направлении. А мы говорим. Вы знаете опыт мера Куста. Знаете, чем закончилось? Повертайте все до людей. Просто прокачивайте. И решите вопросы позитивно. И не делайте эти скандалы. Хорошо. Давайте. Олег Александр Игоревич. Олег Александр Игоревич. Олег Александр Игоревич. Значит, завтра, если вы принесите, у меня не будет змога. Завтра я собираю крюси в Болтаве. И вертаться буду завтра с главой господинской ради. И сплаковать за свое вопрос. И, возможно, удастся и с господинской радио поговорить. Перед тем, как выступить на сессии в Болтаве, у меня одно только питание. Олег Александр Игоревич. 1-10-18-го опаление будет включено или нет? Опаление должно быть надано КВБЗ после предписания распоряжения. Послушайте меня. Распоряжение мельского головы про начало опаливания сезона. Будет это сделано 1-10-го в разе, если 3 дней будет среднодобавая температура ниже 8 градусов Цельсия. Чи 12-го, чи 15-го, чи 20-го будет зависеть. Шановные коллеги, вагоноподивный завод, когда приватизовывал предприятие, обязался поставить... Где вы это прочитали? Где вы это прочитали? Сейчас, на жаль, у нас есть манипуляция из выживания монопольным установщим. Шановные коллеги, давайте будем называть речи своими именами. Депло должно быть на правопережье. Есть порядок установленный, и тепло должно быть на правопережье. Я хочу вернуться к вам. Вгідно закону Украины. Я хочу вернуться к вам. Я хочу вернуться к вам. На пленарных заседаниях в Військовой Раде решено питание, что до принятия, передачи коштей, перераспотелу коштей, и передачи там смени социальных программ. А ніяк на выполнений. Виключно на пленарных заседаниях в Військовой Раде решено входить в ОМАК и людей. Вы читаете бюджетный кодекс и что вы читаете? Я читаю законы Украины. В том числе. В итоге заключаются рамки. Есть детализированные документы в виде бюджетного кодексу, в виде постановки Кабу КМ, которые регламентируют порядок проявления бюджетных коштей. Викоградский комитет выполнен с этим решением с последующим подтверждением на сессию. Это ключевая помощь. Стоивно. Перераспотелы коштей, которые визначены бюджетными призначениями. Мы это делаем. Это одна сессия. Мы, конечно, с вами на сессии, застерили, что вы помните, что вы сейчас говорите, что вы хотите выполнить 15 решений выполненного комитета. Поэтому мы гостуем сейчас проект решения выполненного. Он будет принятый завтра на выполненном комитете. А дальше будет подтвержденный на сессии. Программа поддержки финансового и коммунального предприятия КПТК ЛНР будет сегодня определена. И это будет основой для подальшого работы. Программа поддержки финансового и коммунального предприятия КПТК ЛНР. Программа поддержки финансового и коммунального предприятия КПТК ЛНР. На сегодняшний день после гидравлического пробования было исследовано 101 дефект. Я имею в виду дефект, это и порыв, и протекание теплоносия. И станом на 23 число 70 уже ликвидован. Сегодня КП теплоэнерго ликвидовый останний порыв на мережах, мы можем, в принципе, с понедельника. Это так, это первое. По-друге, Виталий Сеевич, очень много вопросов важны. Я понимаю, что есть аспекты, которые могут действовать именно за цифровым целом. Но вы, когда приходите к своему руководству, директора завода или предприятия, вы же не решите вопрос в кабинете. Вам задают задачу. Вы идете на своё рабочее место со своими подлегами и решите эти вопросы. На сегодняшний день, и я хочу напомнить, членам комиссии СІЇЧ, Робочей группой, как вы ее называете, последнего разу были пропозиции, в том числе, что мы можем найти возможность для пошагового сплачения борт. То есть не сразу 20 миллионов, а часть, 5 миллионов, мы уже нашли. Виталий Сеевич, я могу задать задание. Мы понимаем, что если мы будем снимать из каких-то видов, мы прекратим финансирование именно тех объектов, на которые финансирование предпочено. И мы должны понимать, что это финансирование может до конца поточного года и не вернуться. Вот, например, что мы сейчас снимаем, на начале, на Ради Казах, 5 миллионов 758 тысяч рублей за покупку комбинованного автомобиля для нашего коммунального предприятия КТП-1638. Это стол и раскидывание, это полигоминный автомобиль за стеревым отвалом, который будет работать у нас и влитку, и в зиму в том числе. То я не впевнен, скажу честно, я не впевнен, что мы сможем повернуть кошту до конца поточного года и придбать на основе проведенного тендера его, даже в городе, чтобы мы могли задействовать его на территории нашего города. Это второе. И третье. Если говорить вообще о работе коммунального предприятия Теплоэнерго, если сравнивать его работу не с коммунальным предприятием другого города, который сегодня задал, а сравнивать, например, с работой Полтавного Энерго или Донгрупы, то с существующей на сегодняшний день заборгованности населения, население подкреслено, мы не хотим сказать, что это население – это только работники оборудовательного завода. Ни хто тут ни по Обаме не стикает, ни в каком выходе. Мы рассматриваем джерела, можливые джерела, наступающие кошки, за рахунок, в которых мы можем програнировать дороги в том числе в нашем падке ВБЗ. Так вот я за что вижу, что приблизно 20 миллионов заборгованностей с сегодняшний день населения перед нашим КПТПНР, в которого приблизно 15 тысяч абонентов, это имеется в виду, и левый выбор, и правый выбор. И я пропоную применять, например, с ПАД Полтавного Энерго. 56 тысяч абонентов, и на сегодняшний день заборгованность споживачів, физических осіб перед ПАД Полтавного Энерго, приблизно 60 миллионов. Да, если взяти час, например, на одного жителя, то у ТЕПЛОЭнерго ця часа приблизно 1033 гривен, если раскидывать за оборгованность. У ПАД Полтавного Энерго это немного выше, чем 1000 гривен, там 1070 гривен. Мы понимаем, что влияние влияние на споживачи в ПАД Полтавного Энерго намного больше, потому что они дают две услуги. Одна, без которой мы не можем с вами обойти, это электропостачание. В том числе наших домов, там частных домовладений и так далее. Но, да, принимайте, слушайте за уважение, что будем обеспечивать работу облом группы нашего коммунального предприятия. Это важно. Это важно, в том числе, если вы помните, там где-то два года была очень такая критика на коммунальные предприятия, которые пытались залучить для работы с борщниками, скажем так, это один из механизмов, который позволит какую-то часть костей вернуть за фактическое споживание услуги. Поэтому я хочу, скажем так, разумевать, что техническую возможности наше коммунальное предприятие для получения требований, чтобы обеспечить сегодня уже, ну, понедельник, мешканцы правопорядочкой горячей водой. По-друге, все-таки не треба ставить в голову кута, что мы тут пытаемся выреживать питание башних ворохов за рахунок саме вас, работников вагоноподобного завода. Мы взагалі разглядаем всех контрагентов наших коммунальных предприятий. И по-третье, питание треба выреживать, ну, мы можем, скажем так, Виталий Сеевич может на вас перейдеться, найти джерела, но мы не будем их тут шукать. Мы пойдем на свои рабочие места и будем работать, чтобы потом на полиции своем уходе. Виталий Сеевич, если вы так мастикально не ставили вопрос, то оно и так, чтобы так не было. Мы только начали в прошлом вашем собрании, когда котельная будет построена. А если мы сидели и учали, то и так, чтобы так было. Вы что, через 20-х годов, ее строили? Мы сюда не укладываем его модернизацию и клинка деть. Что так говорили? Шановна Голегия, у нас есть представители правобережья, есть пропозиция дать слово, жиночка, для меня руку, пожалуйста. Доброе дело. Я скажу, знаете, я в часа стажа на нашем новогоднем заводе. И вот я хочу сказать, первое, когда мы приехали на наше заседание, это было 20-го числа. Я вам хочу сказать, эфир, как вашему выборцу, это просто был на какой степени беспредел, когда приглашал, когда объявили всех приглашенных, а здесь сиделось семь человек за столом. Это было вообще просто недопустимо. Это был такой игнор по отношению коллектива, вот сидящего на этой студии. Это был такой беспредел, а мы голосовали за вас, и мы как-то молодой перспективно. Вы обманули, особенно правобережные стоят. Это во первых. Второй раз, второй раз вы немножко заширевелились, да, где такая-то что-то вроде-то неудобно стало. И спасибо, тут начали глупать, что вы появились на эту сцену. Это была не радость, это было возмущение, чтобы понимали, почему мы здесь сидели. Чтобы вы поздно явились. Теперь я хочу ответить на вопрос, я прошу прощения, Юрий Владимирович, что вы, да? Вы говорите, мы не намазались. Вы знаете, у нас, по нашим предприятиям, вот такого вы не допустили. Мы третьим заход ходим, если Владимир Иванович, да, в команду собраться, собираются и субборно, и праздничные, и выходные. А вы сейчас сидите, и давайте сделаем неочередную сессию, а давайте в августе, а давайте в сентябре, а давайте вы приедете, приедете там направо, приедете по нашему мосту, кстати, я хочу сказать, кстати, и мы зацепились сюда. Давайте вы приедете на нашу сторону, там где вы сделали вашу красивую дорогу, это все хорошо. В автобусе. На маршрутах, я закончу, нет автобуса, там на самых маршрутах, которые вообще есть в вашем автопарке. Я, на месте, уехала с 4 до 19.00. Люди добрые, схомылились, вынесли женщину с маршрута, которая потеряла сознание. У нас волейтина Данила, она требовала дать нам мальчонках работать в нашей полиции. Я вам здесь ответственностью заявляю. Никак. Кроме того, что забирали попоры на нашей барбе, после вечера, начиная с 11 до 4 утра, я за всей ответственностью отвечаю. С 11 до 4 утра. С двух сторон загоняют машину в больший груз, останавливают, и боятся отношения. Сгид на законы Украины. Так вот, где сгид на законы Украины мы навели порядок в пятницу, когда дорог при 40 градусах выпадал с маршруток, погонючий маршруток, погонючий маршруток, и отвечаю за все ответственностью. Где вы были? Где вы были в мире? Где вы были вся наша власть? Что вам стало? Перекрыть мост? Стащить две машины за 40 минут. Вот для ваша работа. А вам было хорошо подходить задержку. Это я понимаю. Хорошо, дорога, я заходу. Я заходу. Раз я встала, я заходу. Улица пилотов. Седьмая школа. Сядьте, сходите с джипа, и сядьте на джигуль. И просто поедете. А с какого джипа? Слепок. 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 Улица пилотов. Ви не умничайте. Ви не умничайте. Ви не умничайте. Там есть и кашу. Ну давайте, эмоционный выступ. Но давайте говорить про вулицу Герасимовича. Не мое забережение по ее ремонту? Нет. Не мое. Давайте говорите про дежурение. Я вы вулицарю. Да, это большая школа. Мы сейчас обсуждаем. Мы сейчас говорим про питание водопостачания. Безусловно. Так я напомню. Водопостачание на Ростовке рассматривается уже пятый год. Пятый год сидящие эти люди... Это 4,5 тысячи. Умножать это на 3 человека. Это получается почти 13 тысяч. Это спасают их папину с мамой, да? И в подписи. А есть ещё остальные, а 7. Так вот мне заправду вешают. Подождите, пожалуйста, лицом к этой части города. Никто её не отъявлял. В общем, в городе как в Минчугах. Ночной проезд. Еду в 5. Я закончу. Еду в 5. В 5 идут в 12. Рабочий день, да? А я сижу в пятёркой. Я сижу в пятёркой, джинсы положил. Пять миллионов. У меня нету с ними. Вы поделите меня на маршрут. Спасибо вам большое за выступление. Повернитесь, пожалуйста, лицом к правилу. Спасибо. Спасибо. Спасибо, господин мэр. Мы вас услышали наконец-то с третьим заводом. И не знаю, сколько дней нам нужно на маршрут разучить местах. Но если бы не начать, не было поручения с 7-го числа разобраться. И я до конца месяца не разобралась, я прежде бы работала уже на нашем заводе. А наша пресса, вот теперь я говорю с словами мэра, потому что я читала прессу мэра, не слышала, а теперь я понимаю, чьими словами я говорю, мы не хотим залезть к вам в карман. Поверьте, этот карман наполняется за счёт работы нашего завода. Наши работники, опережая время, стараются выхватить заказы европейского значения, прыгнуть вперёд выше себя, для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы получить что-то. И вы при этом не говорили. Давайте, господин мэр, мы не будем по месяцам отчислить вам деньги в бюджет, потому что они нам нужны для развития нашего бизнеса, для того, чтобы потом вы сможете ещё больше введения в ваш бюджет. Но мы же не говорим, мы платим. Отключили 9 апреля холодина, дети маленькие, воду и отопление. Бред вообще. Никто не пошёл в суд. Все заплатили молча, как положено. И опять мы платим бюджет, деньги, зарплаты. Мы же платим. Кто не платит? Я прошу анализ долгов. Не просто должников, а анализ. Конкретно. Вы хотите по частям правопрежья или упрежья? Так посмотрите, кто больше не платит. Раз. Не платит тот, у кого есть деньги. Мы платим всё время. Мы, потому что мы боимся, нам не дадут субсидии, если мы здесь заплатим. И мы не говорим при этом, что давайте мы не будем вам денег отчислять через бюджет. Давайте всё-таки будет каждый делать свою работу. Потому что ваша, ваша исполковка и городская совет, они тоже сертифицировали потребование международного стандарта. ИСО 9000. Так вот там, ожидания потребителей, не то что их не насущие проблемы, а ожидания потребителей, это приоритет для власти. А какие же отзывы вы хотите, если вот такое мнение у людей? Вы хотите просто, чтобы органы по сертификации пошла бумажка? Не выполняют ожидания потребителей. Не занимаются людьми. Не хотят слышать их мнение. Просто игнорируют. Пожалуйста, давайте дружно жить вместе. Мы нам деньги платим, а вы нам заплатите. Спасибо. 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 Пожалуйста, что график в той форме, которую представлен, а он не приедет. Второе, мы сейчас заведем 22,22 кг, за должность завода на сегодняшний день 275 тысяч. запущенное тепло и тогда работников вагонного завода поэтому я попросил суранченко десно взаимодействовали на поток перестали я бачу на витоке компромисс и И я считаю, что у нас новых выходов нет, как решить это вопрос. Потому что это наша работа, это не наш оборудование. Это не особище, как у нас относится к депутатам, а к депутатам, а к депутатам, а к депутатам, а к депутатам. Я считаю, что это не имеет никакого критичного и трагичного ситуации. Это нормальная работа. Мы с вами завтра, у нас есть 15 дней до 11.07. Угодиться, мы действуем, какие-то решения в работе комиссии, в работе группы, в меси с гуглобудовниками, с депутатами, с депутатами, с комиссией ЖКХ по бюджету. Комиссия ЖКХ по бюджету, хоть принимает завтра решение, или через депутат, но до 11.07 мы должны с вами все вопросы устроить. Если мы все вопросы устроили, мы потом можем рассматривать формат, который будет проводиться в сессиях. Или, может, мы проголосуем все, все дружно, за эти решения, которые сейчас будут готовы. Или, может, будут какие-то изменения внесены в этих проектах решения. И будем працювати дальше. Еще раз скажу, не потребно рассматривать это вопрос, как политический, как вывод в меси влаги, или кому-то потребуется в суток и так далее. Это наша работа. Я предлагаю тогда таким образом заключение, подытожие, и я сам послушаю. Я считаю, что мы должны 11.07 собраться на очередную сессию и принять все решения. А до этого момента выработать все необходимые совместные решения, которые вы устраивали все. Которые вы дали возможность, конечно, комиссия, получить горячую воду. Я считаю, что давайте следующую очередную рабочую группу, я надеюсь, вы тоже будете участвовать с исполнительным комитетом, чтобы мы отработали проект решений и услышали те предложения, которые вы дадите в получении. Чтобы службы отдали какие-то еще свои предложения. Я предлагаю, что в следующую группу, в следующую встречу, провести на следующей неделе. В октябре, на третье число, давайте третьего числа, в октябре, на 10 часов проведем очередное заседание и рассмотрим в формате предложений тем решениям, которые вы получаете. В октябре, в октябре, в октябре, было доручение, я скажу, в октябре, по поводу болярисы, дегутрувательной информации. В октябре, вы должны отручьте ее всем, чтобы все почули. Я думаю, что интересно будет людям почути, что я сферопроцюваю. Иван Владимирович, если вы не забываете, то я говорю, что я сферопроцюваю. Пожалуйста. Они не спешили, я с нами. Просто я более дорази дешевле покупала. Это просто простая. Это желтый. Какие все коммунальные пенсии, в октябре, в октябре, в октябре, мы получили вопрос о возможном обеспечении правого обеспечения, правого обеспечения, правого обеспечения, мюброрайонного обеспечения. Для того, чтобы дальше не вернуться к вопросу централизованного горячого обеспечения. Для того, чтобы закупить электричные водонагреватели в количестве 8097 штук, за ціною в однице 3 тысячи гривен, загальна вартість 24 млн 691 тисяча. Далее. Удержать техническую умову на платформу того 에너жа на дополнительные 2 кВт на каждый объект. Орієнтовно, вартість за ворудиницю будет вместе с проектной документацией, где дальше складать 2 тысячи гривен. Это 16 млн. По разработке нового проекта на определенную документацию на каждый объект, это еще около 500 гривен. И на только 40 тысяч, я бы я значил, это еще 4 млн. И встановить воно на сонах в доме, Абоненты в Барбі Строфита на Львове Средним кладом близко 750 гривен Собственно, это еще 6 гривен Мы понимаем, что... И основное, и основное, и основное, и основное, и основное Основные коллеги, вопрос, что одно должно быть отработано Сейчас дискуссия, что 50 миллионов гривен взяти и дать людям, чтобы они купили байдеры, это неправильно Потому что перед ним купить 2 рощи, а потом что будут делать? Как вы это сделали? Вот так Продолжение следует... 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 Продолжение следует...